ТОЧКА СБОРКИ КОСМИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЯ СЕМЬ МАСТЕРОВ И АУРА Гигантский огонь горел синим светом. Оранжевые, желтые и красные языки пламени плясали вокруг него. Огромная черная змея плавно двигалась прямо сквозь пламя, направляясь ко мне. Ниоткуда появились великаны. Они бежали и пытались схватить змею. Потребовалось целых семь из них, чтобы остановить ее, пока она не добралась до меня. Змея повернулась и проглотила пламя только для того, чтобы выбросить его на них, как дракон на великанов. Они превратились в огромные статуи, какими они и были, установленные на хвосте змеи. Рептилия превратилась в комету и унесла статуи на остров Пасхи. Затем они приветствовали меня, одетые в странные шляпы. Одна из статуй, похожая на Тао, схватила меня за плечо и сказала «Мишель, Мишель, просыпайся!» Тао трясла меня, мягко улыбаясь. «Боже мой!» – сказал я, открывая глаза. «Мне снилось, что ты была статуей на острове Пасхи и что ты схватила меня за плечо». «Я и есть статуя на острове Пасхи, и я схватила тебя за плечо». «В любом случае, сейчас я не сплю, не так ли?» «Нет. Но твой сон действительно очень странный, так как на острове Пасхи есть статуя, которая была высечена очень давно, чтобы обессмертить меня. Ей дано мое имя». «Что ты мне сейчас говоришь?» «Просто правда, Мишель. Но мы все объясним тебе в подходящее время. А сейчас мы примерим эту одежду, которую я для тебя принесла». Тао протянуло мне богатый расцветкий халат, который мне очень понравился, и после теплой и ароматной ванны я надел эту одежду. «Абсолютно неожиданно меня захлестнуло чувство эйфории. Я упомянул об этом Тао, которая ждала меня со стаканом молока и небольшим количеством манны. Цвета твоего халата выбраны в соответствии с цветами твоей ауры, поэтому ты так хорошо себя чувствуешь. Если бы люди на Земле могли видеть ауры, они тоже выбирали бы цвета, которые им идут, и таким образом улучшали свое самочувствие. Они использовали бы цвет вместо аспирина. Что конкретно ты имеешь в виду? Я приведу тебе пример. Помнишь ли ты, как ты говорил кому-то, «О, эта одежда совсем тебе не идет?» У него или у нее что, нет вкуса? Да, на самом деле, довольно часто. В таких случаях эти люди просто выбирали себе одежду менее искусно, чем другие, или комбинировали ее менее успешно. Ты говоришь, что вещи не сочетаются или не подходят, но ведь это лишь в твоих глазах, а не в глазах тех, кто носит эту одежду. Однако такие люди не чувствуют себя в ней хорошо, сами не понимая почему. Если бы ты подсказал им, что это из-за цветов одежды, которую они носят, они бы подумали, что ты странный. Ты мог бы объяснить, что вибрации цветов находятся в конфликте с вибрациями их аур. Но они бы тебе не поверили. На твоей планете люди верят только в то, что они видят или могут потрогать. И все же ауру можно увидеть. Аура действительно разноцветная? Конечно. Аура постоянно вибрирует цветами, которые все время меняются. На макушке твоей головы есть настоящий букет цветов, в котором представлены почти все цвета, которые ты знаешь. Также вокруг головы есть золотое сияние, но оно ясновидно только у наиболее высокодуховных людей и у тех, которые пожертвовали собой, чтобы помочь кому-то другому. Это сияние напоминает золотую дымку. Такими художники Земли изображают святых и Христа. Это сияние появилось на их картинах потому, что в те времена некоторые художники действительно могли их видеть. Да, я слышал упоминания об этом, но мне нравится слышать это от тебя. В ауре присутствуют все цвета. Некоторые светятся более сильно, другие менее. Например, у людей с плохим здоровьем или с плохими намерениями. Мне бы так хотелось видеть ауру. Я знаю, что есть люди, которые могут это делать. В очень давние времена многие люди на Земле могли видеть ее и читать, но теперь таких людей очень мало. Успокойся, Мишель. Ты увидишь ауру, и не только одну, а несколько, включая свою собственную. А сейчас я прошу тебя следовать за мной, так как мне нужно многое тебе показать, а у нас очень мало времени. Я последовал за тау, которая одела мне на лицо маску и повела к летающей платформе, которой мы пользовались вчера. Мы заняли свои места, и тау немедленно начала маневрировать машиной так, что она могла пройти под ветками деревьев. Через несколько мгновений мы оказались на побережье. Солнце только что поднялось над островом, осветив океан и окружающие острова. С уровня воды эффект был волшебный. Пока мы следовали вдоль берега, сквозь листву, я мог видеть другие доку, гнездившиеся среди цветущих кустов. На пляже обитатели этих жилищ купались в прозрачной воде или вместе прогуливались по песку. Несомненно, пораженные видом летающей платформы, они следили за нашим движением, пока мы пролетали мимо них. Я сообразил, что на острове наша летающая платформа была необычным средством передвижения. Также мне следует упомянуть, что хотя на Тиэхообе все купающиеся и загорающие всегда были полностью обнажены, те, кто гуляют или передвигаются на любое значительное расстояние, всегда одеваются. На этой планете нет ни лицемерия, ни выставления на показ, ни ложной скромности. Объяснение будет дано позже. Вскоре мы достигли конца острова, и Тао, увеличив скорость, повела машину на уровне воды. Мы летели по направлению к большому острову, который был виден на горизонте. Я не мог не восхищаться ловкостью, с которой Тао пилотировала летающую машину, особенно когда мы прибыли на берег острова. Приближаясь к побережью, я смог узнать огромный доко. Их острые концы, как всегда, были направлены к небу. Я насчитал группу, состоящую из девяти доко, но остров был усыпан и другими, более мелкими и менее видными среди растительности. Тао поднялась выше, и вскоре мы летели над тем, что Тао назвала Котра Кво Додж Доко – городом девяти доко. Невероятно искусно Тао посадила нас между доко в красивом парке, расположенном посередине. Несмотря на маску, я осознал, что золотая дымка, которая окутывала те и хообу, была намного гуще вокруг этих доко, чем где-либо еще. Тао подтвердила, что я не ошибся в своем восприятии, но не объяснила это явление, так как они нас ждали. Она провела меня подаркой из зелени и повела по дорожке, которая бежала рядом с маленькими прудами. Здесь резвились чудесные водяные птицы и журчали маленькие водопады. Я почти бежал, чтобы успевать за Тао, но не хотел ее просить идти медленней. Она оказалась озабоченной, что выглядело для нее необычно. В одном месте чуть не произошла катастрофа, когда я попытался прыгнуть больше для развлечения, чем для того, чтобы догнать Тао. Из-за разницы в тяготении я недооценил свой прыжок и был вынужден схватиться за дерево, которое росло прямо у кромки воды, чтобы удержать себя от падения в воду. Наконец мы добрались до центрального дока и остановились под входным фонарем. Несколько секунд Тао сосредоточенно стояла. Затем взяла меня за плечо, и мы прошли сквозь стену. Она сразу же сняла с меня маску, в то же время посоветовала, чтобы я полуприкрыл глаза, что я и сделал. Свет просачивался сквозь нижние веки, и через какое-то время я смог нормально открыть глаза. Эта яркость, более золотая, чем в моем собственном дока, сначала была очень неудобной. Мне стало любопытно, потому что Тао, которая в отношениях со всеми всегда чувствовала себя свободной и без формальностей, теперь совершенно изменилась. Почему? Эта дока должна быть метров сто в диаметре. Мы прошли, хотя и более медленно, прямо в центр, где семь сидений образовывали полукруг, каждое было занято. Их обитатели сидели как окаменелые, и сначала я принял их за статуи. Внешне они были похожи на Тао, хотя их волосы были длиннее, а выражения лиц более серьезными, что делало их старше. Их глаза, казалось, освещались изнутри, что меня почему-то забеспокоило. Но что потрясло меня больше всего, это золотой туман. Здесь даже гуще, чем снаружи, который, казалось, концентрировался в сиянии вокруг их голов. С пятнадцати лет я не припомню, чтобы испытывал благоговейный трепет перед кем-то. Не имело значения, как велика эта персона. Не имело значения, как важны были он или она. Я никогда не испытывал неуверенности, выражая кому-то свое мнение. Даже президент нации для меня в первую очередь личность, и меня всегда забавляло, что люди относятся к себе как к важным персонам. Я говорю об этом для того, чтобы пояснить, что меня никогда не впечатлял именно статус. В этом дока все изменилось. Когда один из них поднял руку, чтобы показать, что Тао и я должны сесть лицом к ним, я был охвачен благоговением. И это еще слабо сказано. Я не мог даже представить себе, что могут существовать такие излучающие свет существа, как будто они горели изнутри, и от них исходили лучи. Они сидели с прямыми спинами, на покрытых тканью сидениях, похожих на кубы. Каждое сидение было разного цвета. Некоторые из них слегка отличались друг от друга, другие отличались от соседних очень сильно. Их одежды тоже были разных цветов, идеально гармонируя с каждым. Все они сидели в позе, которую на земле мы называем позой лотоса, то есть сидячее положение Будды с руками, покоящимися на коленях. Как уже упоминалось раньше, они образовывали полукруг, и так как их было семь, я сделал вывод, что центральная фигура должна быть главной, с тремя помощниками с каждой стороны. Конечно, в то время я был слишком переполнен чувствами, чтобы замечать такие детали. Это пришло позже. Именно центральная фигура обратилась ко мне таким мелодичным и в то же время авторитарным голосом. Я был им ошеломлен, потому что он говорил на чистейшем французском языке. «Мы приветствуем тебя среди нас, Мишель. Пусть дух помогает и просветляет тебя». Другие отозвались эхом. «Пусть дух просветляет тебя». Все еще находясь в позе лотоса, он начал медленно подниматься над сидением и поплыл ко мне. Это не было для меня полным сюрпризом, так как раньше Тао демонстрировала эту технику левитации. Я хотел подняться перед этой несомненно великой и высокодуховной персоной в знак бесконечного уважения, которую он во мне вызывал. Попытавшись двинуться, я не смог этого сделать, как будто был парализован на своем сидении. Он остановился передо мной, положив мне обе свои руки на голову. Большие пальцы сомкнулись на моем лбу над носом, напротив шишковидной железы. Остальные пальцы соединились на верхушке головы. Именно Тао позже описало мне эти детали, так как в то время я был переполнен чувством, что детали не запоминались. Пока его руки находились на моей голове, казалось, что мое тело больше не существует. Мягкое, теплое и изысканный запах появились внутри меня, излучались волнами и смешивались с мягкой музыкой, которая была едва слышна. Вдруг я смог видеть восхитительные цвета, окружавшие личности напротив меня, в то время как главный медленно возвращался на свое сидение. Я мог видеть множество ослепительных цветов вокруг него, таких, каких я не мог воспринимать раньше. Основным цветом был интенсивно бледно-розовый, который окутывал семь фигур, как облако, а их движения сделали так, что этот чудесный сияющий розовый цвет окружил также и нас. Когда я смог успешно справиться со своими чувствами, чтобы повернуться к Тао, она тоже была окружена замечательными цветами, хотя и менее сияющими, чем у них. Вы, наверное, заметили, что говоря об этих великих персонах, я инстинктивно использовал местоимение «он», а не «она». Объясняя это, я могу только предположить, что эти личности были так сильны, а их поведение производило такое сильное впечатление, что я увидел в них больше мужского, чем женского. Я не хочу оскорбить женщин. Моя реакция была инстинктивной. Это как представить Мафусаила женщиной. Однако женщины или мужчины, они изменили меня. Я знал, что цвета, окружавшие их, были их аурами. Я мог видеть ауры, и кто знает, как долго. Я удивлялся тому, что видел. Главный возвратился на свое место, и все глаза сосредоточились на мне, как будто хотели проникнуть взглядом внутрь меня. Некоторое время царило молчание, которое казалось бесконечным. Я наблюдал, как вибрируют и танцуют вокруг них различные цвета их аур, о которых раньше говорила Тао. Четко очерченное золотое сияние было почти шафранного, желто-оранжевого цвета. Мне пришло в голову, что они могут не только видеть мою ауру, но и считывать ее. Вдруг я почувствовал себя совершенно обнаженными перед этими эрудированными людьми. Вопрос, который не давал мне покоя, был, почему они привезли меня сюда. Внезапно главный нарушил молчание. Как Тао уже объясняла тебе, Мишель, мы выбрали тебя посетить нашу планету для того, чтобы передать некое послание и предложить знания по некоторым важным вопросам, когда ты вернешься на Землю. Пришло время, когда должны произойти некие изменения. После нескольких тысяч лет темноты и жестокости на планете Земля появилась так называемая цивилизация, и неизбежно развилась технология, развитие которой ускорилось в течение последних 150 лет. Прошло 14500 лет с тех пор, когда сравнительный уровень технологического прогресса существовал на Земле. Ваша технология, которая ничто по сравнению с истинным знанием, тем не менее достаточно развита, чтобы стать вредной для человеческой расы на Земле в ближайшем будущем. Вредной потому, что это только материальное знание, а не духовное. Технология должна помогать духовному развитию, а не ограничивать людей все больше и больше внутри материального мира, как это сейчас происходит на твоей планете. Твоим народом завладела одна единственная цель – обогащение. Ваши жизни посвящены всему тому, что связано с погоней за богатством – зависти, ревности, ненависти к тем, кто богаче, и презрением к тем, кто беднее. Другими словами, ваша технология, которая ничто по сравнению с той, которая существовала на Земле больше чем 14500 лет назад, тащит вашу цивилизацию вниз, подталкивая ее все ближе и ближе к моральной и духовной катастрофе. Я заметил, что каждый раз, когда эта великая личность говорила о материализме, аура его и его помощника сверкала тусклым и грязным красным цветом, будто временами они находились в середине горящих кустов. «Нам, людям Ти-Хообе, поручено помогать, направлять и иногда наказывать обитателей планет, которые находятся под нашей защитой. К счастью, Тао во время нашего путешествия на Ти-Хообу вкратце посвятила меня в историю Земли. В противном случае я бы просто свалился со своего сидения, услышав такую речь. «Я думаю», — продолжил он, — «что ты уже знаешь, что мы имеем в виду подвредным для человеческой расы. Многие люди на Земле верят, что атомное оружие является главной опасностью, но это не так. Самая большая опасность заключается в материализме. Люди твоей планеты жаждут денег. Для одних это способ приобрести власть, для других — средство для приобретения наркотиков. Еще одно проклятие. Для третьих — способ приобрести больше, чем владеют их соседи. Если бизнесмен владеет одним большим магазином, он хочет второй, а затем третий. Если он руководит маленькой империей, он хочет ее расширить. Если у обыкновенного человека есть дом, в котором он мог бы счастливо жить со своей семьей, он хочет больший или второй, а затем и третий. Почему такая недальновидность? Кроме того, человек умрет и должен будет оставить все, что накопил. Может быть, дети промотают его наследство, а внуки будут жить в бедности. Вся его жизнь была заполнена чисто материальными интересами, а для духа не оставалось времени. Другие, кто имеет деньги, обращаются к наркотикам. В своем стремлении добыть искусственный рай, эти люди платят гораздо дороже, чем другие. «Я вижу», — продолжал он, «что двигаюсь слишком быстро, и ты не успеваешь за мной, Мишель. Однако ты должен успевать, так как во время путешествия Тао уже начала твое обучение в этих областях». Я почувствовал себя пристыженным. Почти так же, как это было в школе, когда учитель меня ругал. С одной лишь разницей. Здесь я не мог обмануть, говоря, что понял. А это было не так. Он мог читать меня, как открытую книгу. Он удостоил меня улыбкой, и его аура, которая пламенела, как огонь, вернулась к первоначальному цвету. А сейчас мы раз и навсегда будем учить тебя и дадим тебе то, что вы, французы, называете ключом к тайне. Как ты услышал, вначале был только дух. И он создал с помощью своих беспредельных сил все, что существует материально. Он создал планеты, солнце, растения, животных с одной лишь целью – удовлетворить свою духовную потребность. Это абсолютно логично, так как он есть чистый дух. Я уже вижу, что ты удивляешься, почему нужно создавать материальные вещи, чтобы достичь духовного удовлетворения. Предлагаю тебе следующее объяснение. Создатель искал духовный опыт через материальный мир. «Я вижу, что тебе еще тяжело следовать за мной, но ты делаешь успехи». Для того, чтобы приобрести этот опыт, он захотел вплотить крошечную часть своего духа в физическую сущность. Чтобы сделать это, он призвал четвертую силу, о которой Тао тебе ничего не говорила и которая касается только духовности. Здесь тоже применяется универсальный закон. Несомненно, ты должен знать, что модель Вселенной диктует, что девять планет вращаются вокруг одного Солнца. А эти Солнца вращаются вокруг большего Солнца, которое является ядром для этих девяти Солнц и их планет. Это продолжается вплоть до центра Вселенной, где произошел взрыв, который англичане называют «большой взрыв». Нет нужды говорить, что происходят некоторые случайности. И иногда планета исчезает в Солнечной системе или может с ней присоединиться, но позже Солнечная система вернется в прежнее состояние и снова восстановит свою структуру, основанную на числе девять. Четвертая сила играет очень важную роль. Она осуществляет все, что вообразил дух. Она таким образом вставила бесконечную малую частицу духа в человеческое тело. Эта частичка духа представляет из себя то, что вы называете астральным телом, образующим одну девятую сути человеческого существа и состоящим из одной девятой высшего Я, которое иногда называют сверх-Я. Другими словами, высшее Я человека – это сущность, которая посылает одну девятую самой себя в человеческое тело, что становится астральной сущностью индивидуума. Аналогично другие физические тела населены другими девятыми частями одного и того же высшего Я, и каждая часть остается неотъемлемой частью основной сущности. Далее высшее Я – это девятая часть сверхвысшего. Я, которая в свою очередь есть девятая часть сверх-сверхвысшего Я. Этот процесс продолжается, пока не достигнет истока и дает возможность огромной фильтрации духовного опыта, требуемого духом. Ты не можешь думать, что высшее Я первой категории менее значимо по сравнению с другими. Оно функционирует на более низком уровне, но тем не менее крайне мощное и важное. Оно способно излечить болезнь и даже воскресить мертвого. Есть много примеров, когда люди, объявленные клинически мертвыми, возвращаются к жизни в руках врачей, которые считали этих людей безнадежными. Что в общем происходит в таких случаях? Астральное тело человека встречается со своим высшим Я. Эта часть высшего Я покидает физическое тело в период смерти. Она ощущает свое физическое тело внизу и врачей, которые пытаются вернуть его к жизни. Также оно чувствует любящих и оплакивающих ее людей. В своем нынешнем состоянии астральное тело, личность будут чувствовать себя великолепно и даже пребывать в блаженстве. Обычно она освобождается от физического тела, часто источника больших страданий, катапультируясь через психический канал, в конце которого находится чудесный свет и состояние блаженства. Если перед прохождением через этот канал в чудесный свет, который является его высшим Я, у человека есть хоть малейшее желание не умирать, не ради себя, а ради тех, кто нуждается в нем, например, ради маленьких детей, он попросит разрешения вернуться. В некоторых случаях ему будет это позволено. Ты находишься в постоянном общении со своим высшим Я с помощью черепно-мозгового канала. Действуя как приемное и передающее устройство, черепно-мозговой канал передает особые вибрации непосредственно между твоим астральным телом и высшим Я. Твое высшее Я постоянно тобой управляет днем и ночью и может вмешиваться, чтобы спасти тебя от несчастного случая. Например, кто-то собирается лететь на самолете, обнаруживает, что такси ломается на пути в аэропорт, вызванное второе такси тоже ломается. Просто так. Скажи, ты действительно веришь в такое совпадение? Самолет терпит крушение 30 минутами позже, не оставляя выживших. Другой человек, старая и больная ревматизмом женщина, которая еле-еле ходит, начинает переходить улицу. Раздается громкий сигнал и скрежет тормозов, но женщина чудесным образом прыгает и оказывается в безопасности. Как же объяснить это? Еще не время умирать, поэтому вмешалось ее высшее Я. За сотую долю секунды высшее Я привело в действие ее железы, вырабатывающие адреналин, которые на несколько секунд дали ее мускулам достаточно сил, чтобы совершить прыжок, который спас ей жизнь. Поступивший в кровь адреналин может помочь убежать от грозящей опасности или одержать победу над непобедимым с помощью гнева или внушения страха. Однако в больших дозах адреналин – смертельный яд. Не только черепно-мозговой канал способен передавать послания между высшим Я и астральным телом. Иногда существует и другой канал связи – сновидение или просто сам сон. В какое-то время, в период сна, твое высшее Я может позвать твое астральное тело к себе, чтобы либо передать инструкции, либо просветить для решения важных проблем. Именно по этой причине очень важно, чтобы твой сон не нарушался назойливым шумом или ночными кошмарами, происходящими в результате вредных впечатлений, полученных в течение дня. Возможно, теперь ты лучше поймешь вашу старую французскую поговорку, «Ночь приносит совет». Физическое тело, в котором ты существуешь в данный момент, само по себе очень сложное, но это ничто по сравнению со сложностью процесса развития, который происходит в астральном теле или высшем Я. Для того, чтобы дать возможность простым людям на твоей планете легче понять, я буду давать объяснение в самых простых терминах. Твое астральное тело, которое находится в каждом нормальном человеческом существе, передает своему высшему Я все ощущения, которые переживаются в течение всей жизни физического тела. Эти ощущения проходят через необъятно сложный фильтр девяти высших Я перед тем, как достигают эфирного океана, который окружает дух. Если эти ощущения основываются в основном на материализме, у высших Я возникают огромные проблемы с их фильтрацией, точно так же, как водяной фильтр засоряется быстрее, если фильтрует грязную воду, чем если вода уже чистая. Если через многочисленные события, которые имеешь в своей жизни, ты обеспечиваешь свое астральное тело прибылью в духовном смысле, оно приобретает больше и больше духовного понимания. Со временем, которое может колебаться от 500 до 15 тысяч земных лет, твоему высшему Я будет нечего больше фильтровать. Эта часть тебя, воплощенная в астральной сущности Мишеля де Марке, будет настолько духовно развита, что перейдет на следующий уровень, где будет непосредственно контактировать с более высоким высшим Я. Мы можем сравнить этот процесс с девятиступенчатым фильтром, предназначенным для того, чтобы освободить проходящую сквозь него воду от девяти элементов. В конце первой ступени процесса уберут что-то одно, восемь останутся. Конечно, чтобы сделать эту информацию легче усвояемой, я в огромной степени использую воображение. Затем это астральное тело закончит свой цикл с высшим Я первой категории, отделит себя от высшего Я номер один, чтобы присоединиться к высшему Я второй категории, и весь процесс повторится. К тому времени астральное тело будет достаточно духовно развито, чтобы перейти на планету следующей категории. Я вижу, что ты не совсем успеваешь за мной, а я весьма озабочен тем, чтобы ты точно понимал то, что я тебе объясняю. В своей мудрости дух посредством четвертой силы предусмотрел девять категорий планет. В настоящее время ты находишься на планете Ти-Хо-Оба, которая принадлежит к девятой категории, то есть на вершине шкалы. Земля — это планета первой категории, и поэтому находится внизу шкалы. Что это значит? Планету Земля можно рассматривать как детский сад с уклоном к обучению основным социальным ценностям. Планета второй категории будет соответствовать начальной школе, где все еще обучают ценностям, в обеих школах руководство взрослых обязательно. Третья категория представляет собой среднюю школу, где знание основных ценностей позволяет дальнейшее их исследование. Затем ты поступаешь в университет, где к тебе относятся как ко взрослому, так как ты не только приобрел некоторое количество знаний, но также начинаешь брать на себя гражданские обязанности. Именно так совершается прогресс на девяти категориях планет. Чем больше ты развит духовно, тем больше пользы ты извлекаешь из окружающей среды и образа жизни на высшестоящих планетах. Сам способ, с помощью которого ты обеспечиваешь себя пищей, становится намного легче, что в свою очередь упростит процесс организации твоего образа жизни. Следствием будет более эффективное духовное развитие. На более высоких планетах сама природа приходит на помощь ученику, и к тому времени, когда ты достигнешь планет шестой, седьмой, восьмой и девятой категории, не только твое астральное тело будет высокоразвитым, но и физическое тело тоже выиграет от твоего развития. Мы знаем, что на тебя уже произвело благоприятное впечатление то, что ты увидел на нашей планете. Ты оценишь это, как то, что на земле вы называете раем. И все же это ничто по сравнению с истинным счастьем стать чистым духом. Я должен быть осторожным, чтобы не сделать это объяснение слишком длинным, так как ты должен передать его слово в слово, не изменяя ничего в книге, которую напишешь. Очень важно, чтобы ты не позволял вмешательство личного мнения. Не волнуйся, Тао поможет тебе с деталями, когда придет время начать писать. С этой планеты можно или остаться в физическом теле, или воссоединиться с великим духом в эфире. Как только эти слова были произнесены, аура окружающего главного засияла еще ярче, чем раньше. Я был изумлен, увидев, как он почти исчез в золотой дымке, вернувшись секунды позже. Ты понял, что астральное тело – это тело, которое существует в твоем физическом теле, чтобы помнить и отмечать все постигнутое понимание, приобретенное за время различных жизней. Его можно обогатить только духовно, нематериально. Физическое тело – всего лишь машина, которую, как правило, мы отбрасываем, когда умираем. Я уточню, так как вижу, что слова «как правило» тебя смущают. Этим я имею в виду, что некоторые из нас, включая всех на нашей планете, могут восстанавливать клетки своих тел по желанию. Ты уже заметил, что большинство из нас выглядят почти одного возраста. Мы одна из трех самых высокоразвитых планет в этой галактике. Некоторые из нас могут и делают это, прямо соединяются с тем, что мы называем «великий эфир». Итак, на этой особой планете мы достигли степени почти совершенства, как материально, так и духовно. Но у нас есть своя роль, как имеет ее каждое творение, существующее во Вселенной. Действительно, все, включая каждый камушек, имеет свою роль. Наша роль, как существ с планеты, находящиеся на более высоком уровне, вести, помогать в духовном развитии, а иногда даже материально. Мы способны оказать материальную помощь, потому что мы самые технологически развитые люди. Действительно, как бы отец смог духовно воспитать своего сына, если бы не был старше, если бы не был образованным и более искусным в дипломатии, чем ребенок? Если ребенку требуется физическое наказание, как, к сожалению, иногда случается, разве не важно, чтобы родитель был физически сильнее, чем ребенок? Некоторые взрослые, которые отказываются слушать и которые абсолютно упрямы, также нуждаются в коррекции физическими средствами. Ты, Мишель, пришел с планеты Земля, которую иногда мы называем планетой страданий. Имя подходящее, но это так по определенной причине. Она создана, чтобы обеспечить условия весьма специфического вида. Вы не должны действовать против природы, потому что жизнь там так трудна. Нельзя идти против природы, скорее разрушая, чем создавая то, что творец предоставил в ваше распоряжение, влияя на экологические системы, которые очень сложно созданы. Некоторые страны, например, Австралия, «Откуда ты прибыл», начинают показывать большое уважение экологии. И этот шаг в правильном направлении. Но даже в этой стране какие меры принимаются против загрязнения воздуха или воды? Что сделано по отношению к одной из самых худших форм загрязнения? Шум. Я говорю «самых худших», потому что люди, такие как австралийцы, фактически вообще не обращают на него внимания. Спроси кого-нибудь, раздражает ли его шум уличного движения. Ответ удивит тебя. В 85% случаев он будет «Какой шум? О чем ты говоришь?» «О, тот шум? Мы привыкли к нему». Именно потому что они к нему привыкли, существует опасность. Затем Таора, так звали эту великую личность, сделал жест, и я обернулся. Он отвечал на вопрос, который я мысленно сформулировал. Как он может говорить о процентах и так много знать о нашей планете с такой точностью? Обернувшись, я чуть не издал крик удивления. Позади меня стояла Биастра и Латтели. Само по себе это не было чем-то удивительным, но друзья, которых я знал и которые были ростом 310 и 280 сантиметров, теперь уменьшились до моего роста. Должно быть, мой рот слишком широко раскрылся, так как Таура улыбнулся. Можешь ли ты понять, что иногда, а сейчас очень часто, некоторые из нас живут среди твоего народа на Земле? Вот мой ответ на твой вопрос. Шум — это огромная опасность, и если ничего не будет сделано, катастрофа неминуема. К примеру, возьмем дискотеку. Люди, которые подвергаются действию музыки, которая играет в три раза громче, чем допускается, подставляют свой мозг. Физиологические и астральные тела тем вибрациям, которые очень опасны. Если бы они могли видеть вызываемое разрушение, они бежали бы из дискотеки быстрее, чем от пожара. Но вибрации создаются не только шумом. Они также создаются цветом. Удивительно, что на твоей планете эксперименты в этой области не доведены до конца. Наши агенты сообщили об уникальном эксперименте с человеком, который мог поднимать некоторый вес. Экспериментаторы обнаружили, что каждый раз, когда он смотрел на розовый экран, он терял 30% своей силы. Ваша цивилизация не уделяет внимания таким экспериментам. На самом деле цвета могут сильно влиять на поведение человеческого существа, и нужно принимать во внимание влияние их на ауру человека. Например, если ты хочешь покрасить стены в своей спальне или наклеить обои цветом, который полностью тебе подойдет, ты должен знать цвета некоторых основных мест своей ауры. Подбирая цвета своих стен в соответствии с цветами своей ауры, ты можешь улучшить свое здоровье или поддерживать хорошее самочувствие. Более того, вибрации, испускаемые этими цветами, необходимы для хорошего душевного равновесия, и они оказывают свое влияние даже тогда, когда ты спишь. Я удивлялся. Как мы могли бы узнать эти основные цвета в наших аурах, если на Земле мы не способны ее видеть? Таора отозвался немедленно, хотя я не произнес ни слова. Мишель, сейчас очень важно, чтобы ваши специалисты изобрели специальное оборудование, необходимое для видения ауры, так как это, в свою очередь, гарантирует, что в предстоящие критические моменты будет сделан правильный выбор. Русские уже сфотографировали ауру. Это начало. Но полученные результаты позволяют им читать только первые две буквы алфавита по сравнению с тем, что можем расшифровать мы. Чтение ауры для того, чтобы исцелить физическое тело, ничто по сравнению с тем, что такое чтение может дать психическому или физиологическому телу. Именно в области души на Земле существуют самые большие проблемы. В настоящий момент наибольшее внимание уделяется физическому телу, но это серьезная ошибка. Если твоя душа бедна, она будет соответствующим образом влиять на твою физическую внешность, и, невзирая ни на что, однажды твое физическое тело умрет, в то время как душа, будучи частью астрального тела, не умрет никогда. Наоборот, чем больше ты развиваешь свое сознание, тем меньше будешь отягощен своим физическим телом, и тем быстрее пройдешь цикл своих жизней. Мы могли бы взять тебя на нашу планету в астральном теле, но вместо этого привезли в физическом, и по очень важной причине. Я вижу, что ты уже понял нашу причину. Это радует нас. И мы благодарим тебя за готовность помочь нам в нашей миссии. Таора перестал говорить, и, казалось, задумался, глядя на меня своими светящимися глазами. Я не могу сказать, как много времени прошло. Я знал, что мое состояние становилось все более и более эйфоричным, и я понял, что ауры семи персон постепенно менялись. В одних местах цвета делались более живыми, а в других — более мягкими, в то время как внешние края становились туманными. По мере того, как этот туман распространялся, он становился все более золотым и розовым, постепенно растворяя семь фигур. Я почувствовал руку Тау на своем плече. «Нет, ты не спишь, Мишель. Все абсолютно реально». Она говорила очень громко, и чтобы подтвердить свои слова, сильно ущипнула меня за плечо, оставив синяк, который был виден несколько недель. «Почему ты это сделала? Я не думал, что ты способна на такую жестокость, Тау!» «Извини, Мишель, но иногда странные способы срабатывают. Таури всегда исчезают и появляются таким образом, и ты мог бы подумать, что это часть твоего сна. Мне поручено задание убедиться, что ты понял, что все было реальным». С этими словами Тау развернула меня кругом, и я последовал за ней, так как мы уходили тем же путем, каким пришли. Таури 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 Таури